Дорогие слушатели, сегодня вашему вниманию предлагается работа Владимира Ильича Ленина Марксизм и Ревизионизм. Каково значение этой работы? Эта работа была написана в апреле 1908 года, то есть сразу после первой русской революции, когда революция потерпела поражение и началась жесточайшая реакция со стороны власти. Состояние тогда партии рабочего движения было довольно значительно похоже на то, что мы переживаем сейчас, что тоже существует определенная реакция и что рабочее движение задавлено и так далее. И конечно сейчас присутствует в марксизме и борьба с ревизионизмом тоже и примерно такие же необходимые условия борьбы и с теми же задачами приходится решать эту борьбу. Поэтому не безинтересно будет для вас, если я изложу некоторые мысли из этой работы. Итак, марксизм и ревизионизм. Эту работу Владимир Ильич начинает с такой мысли. Если бы геометрические аксиомы задевали интересы людей, то они наверное опровергались бы. То есть аксиома она вообще-то не опровергается, но если она задевает интересы людей, то люди придумают как их опровергать. Вот с такой мысли начинает работу Владимир Ильич Ленин. И далее он продолжает. Надеюсь вы прекрасно понимаете о каком просвещении какого передового класса, о каком классе ведет речь. Это конечно класс рабочий. И далее. Нечего говорить о буржуазной науке и философии по казенному преподаваемых казенными профессорами для оглупления подрастающей молодежи из имущих классов. И для натаскивания ее на врагов внешних и внутренних. Эта наука и слышать не хочет о марксизме, объявляя его опровергнутым и уничтоженным. То же самое абсолютно происходит и сейчас в наших учебных заведениях. То же оглупление молодежи и то же вдалбленные мозги, что марксизм давно уже устарел и что он опровергнут и уничтожен. Далее. Рост марксизма, распространение и укрепление его идей в рабочем классе неизбежно вызывает учащение и обострение этих буржуазных вылазок против марксизма. Который после каждого уничтожения, это слово уничтожение Леон взял в кавычки, после каждого уничтожения его официальной наукой становится все крепче, закаленнее и жизненнее. Вот такое вступление в этой работе сделал Владимир Ильич Ленин. И далее. Раз речь идет о ревизионизме, Ленин в этой работе отслеживает историю борьбы марксизма с ревизионизмом. И отслеживая эту историю, он по этапам рассматривает. И говорит, что первые полвека своего существования, то есть марксизм боролся с теориями, которые были в корне враждебны ему. Это начиная с 40-х годов, он говорит. Пришлось бороться с этими теориями, которые были враждебны. В первой половине 40-х годов Маркс и Энгельс свели счеты с радикальными младогегельянцами. То есть начало борьбы было с младогегельянцами, которые стояли на дочке зрения философского идеализма. Сначала пришлось бороться с идеализмом. В конце 40-х годов выступает борьба в области экономических учений против прудонизма. То есть экономический ревизионизм, но еще тогда как ревизионизм не был. То есть самостоятельное учение прудонизм было, он не входил в марксизм. Далее это в конце 40-х годов. В 60-х годах борьба переносится из области общей теории в более близкую непосредственному рабочему движению область. Это изгнание бакунизма из интернационала. То есть бакунизм стал на пути марксизма и его пришлось изгнать из интернационала. Далее в начале 70-х годов в Германии на короткое время выдвигается прудонист Мюльбергер. В конце 70-х годов позитивист Дюринг. Ну вы помните, с Дюрингом марксизмом пришлось бороться. Помните работу Энгельса Антидюринг. Но влияние этого прудониста Мюльбергера и Дюринга на пролетариат уже было совершенно ничтожно. Марксизм уже побеждает безусловно все прочие идеологии рабочего движения. И к 90-м годам прошлого века, говорит Владимир Ильич, эта победа была в основных своих чертах завершена. То есть с различными течениями, отдельными от марксизма, к 90-м годам была борьба завершена. Но когда марксизм вытеснил все сколько-нибудь цельные враждебные ему учения, те тенденции, которые выражались в этих учениях, стали искать себе иных путей. Изменились формы и поводы борьбы, но борьба продолжалась. И вторые полвека существования марксизма начались в 90-е годы прошлого века с борьбы враждебному марксизму течения внутри марксизма. То есть с 90-х годов началась борьба уже внутри марксизма с течениями противными ему. При этом бывший ортодоксальный марксист Бернштейн дал имя этому течению, выступив с наибольшим шумом и с наиболее цельным выражением поправок к Марксу, пересмотра Маркса, то есть ревизионизма. Первый, кто внутри марксизма выступил против марксизма с его пересмотром, это Бернштейн. И с этого момента стали вести речь о борьбе с ревизионизмом. То есть домарксистский социализм к 90-м годам был разбит, он продолжает борьбу уже не на своей самостоятельной почве, а на общей почве марксизма как ревизионизм. Посмотрим же, каково идейное содержание ревизионизма, говорит Владимир Ильич, и рассматривает его поэтапно, по вопросам философии, по вопросам политэкономии и по вопросам политики. Итак, в области философии. Ревизионизм шел в хвосте буржуазной профессорской науки. Профессора шли назад к канту, и ревизионизм тащился за неокантианцами. Профессора повторяли тысячу раз сказанные поповские пошлости против философского материализма, и ревизионисты, снисходительно улыбаясь, бормотали, что материализм давно опровергнут, профессора третировали Гегеля как мертвую собаку, и проповедуя сами идеализм, только в тысячу раз более мелкий и пошлый, чем гегелевский. Презрительно пожимали плечами по поводу диалектики, и ревизионисты лезли за ними в болото философского опошления науки, заменяя хитрую и революционную диалектику простой и спокойной эволюцией. То есть в вопросах философии отказывались от революции этой ревизионисты, и упирались на эволюцию. Сейчас такие мысли тоже витают у некоторых левых, как они себя называют, что революция не нужна, все это можно делать парламентским путем, или эволюции какой-то там, чего-то там, да, и так далее, и так далее. То есть вот так оценил действия ревизионизма в вопросах философии Владимир Ильич. Далее, переходя к политической экономии, Владимир Ильич отмечает, что в этой области поправки ревизионистов были гораздо более разносторонними и обстоятельными. На публику старались подействовать новыми данными хозяйственного развития. Говорили, что концентрации и вытеснение крупным производством мелкого не происходит, а в области сельского хозяйства вовсе. В области торговли и промышленности происходит, но крайне медленно. Говорили, что кризисы теперь стали реже, слабее. Вероятно, картели и тресты дадут возможность капиталу совсем устранить кризисы. Говорили, что теория краха, к которому идет капитализм, несостоятельна ввиду тенденции к притуплению и смягчению классовых противоречий. С тех пор, как мы видим, за сто с лишним лет мало что изменилось. И сейчас говорят, что вроде как можно обойтись, что кризисов не будет, что все это, теперь вот это неоколония, как он, глобализм, он исключит кризисы и будет капитализм хороший и будет существовать. Вот. Ревизионисты решили в научном отношении поверхностным обобщением односторонне выхваченных фактов, вне связи их со всем строем капитализма. В политическом же отношении они грешили тем, что неизбежно, вольно или невольно, звали крестьянина или толкали крестьянина на точку зрения хозяина, то есть точку зрения буржуазии, вместо того, чтобы толкать его на точку зрения революционного пролетария. То есть вот такими вот, как бы, что ничего не происходит, они как бы пытались крестьяна на точку зрения хозяина подвигнуть. А далее говорит Ленин, что с теорией кризисов и теорией краха дела ревизионизма обстояли еще хуже. Только самое короткое время и только самые близорукие люди могли думать о переделке основ учения Маркса под влиянием нескольких лет промышленного подъема и процветания. Что кризисы не отжили свое время, это показало ревизионистам очень быстро действительность. Кризис наступил после процветания. Изменились формы, последовательность, картина отдельных кризисов. Но кризисы остались неизбежной составной частью капиталистического строя. Ну и сейчас мы видим, что кризисы пошли в 21 столетии у нас один за другим. Вот сначала помните 2008 год, теперь опять кризис связаны непосредственно с этим коронавирусом. И конца кризисов не будет. Даже через 100 лет после того, как Владимир Ильич сказал, что кризисы неизбежны. Вот что касается политической экономии. Ну и третья сторона ревизионизма, это в области политики. В области политики ревизионизм попытался пересмотреть действительно основу марксизма. А именно учение о классовой борьбе. Политическая свобода, демократия, всеобщее избирательное право уничтожают почву для классовой борьбы, говорили нам ревизионисты. И делают неверным старое положение коммунистического манифеста. Рабочие не имеют отечества. В демократии, раз господствует воля большинства, нельзя, дескать, не смотреть на государство, как на орган классового господства, не отказываться от союзов с прогрессивной социал-реформистской буржуазией против реакционеров. То есть в политической области на согласие как бы пытались ревизионисты подвинуть с буржуазными всякими вопросами, особенно по вопросам всеобщего избирательного права. Но либералы, продолжает Ленин, всегда говорили, что буржуазный парламентаризм уничтожает классы и классовые деления. Раз право голоса, право участия в государственных делах имеют все граждане безразличия. Но Владимир Ильич Ленин утверждает обратное. Он утверждает, что парламентаризм не устраняет, а обнажает сущность самых демократических буржуазных республик, как органа классового угнетения. Но мы с вами рассматривали на предыдущем занятии, как государство является органом классового угнетения. Это прекрасно было изложено в других работах Владимира Ильича. Далее, рассмотрев по этим трем направлениям, Ленин говорит, «Естественным дополнением экономических и политических тенденций ревизионизма явилось отношение его к конечной цели социалистического движения». Конечная цель – ничто, движение – все. Эта крылатая словечка Бернштейна выражает сущность ревизионизма лучше многих длинных рассуждений. От случая к случаю определять свое поведение, приспосабляться к событиям дня, к поворотам политических мелочей, забывать коренные интересы пролетариата и основные черты всего капиталистического строя, всей капиталистической эволюции, жертвовать этими коренными интересами ради действительных или предполагаемых выгод минуты – такова ревизионистская политика. То есть Ленин призывает держать прежде всего в головах необходимость коренных интересов пролетариата и не скатываться на сиюминутные выгоды. И далее он говорит, почему возникает ревизионизм, почему он неизбежен и как с ним бороться. То есть вот по этому поводу он говорит, неизбежность ревизионизма обусловливается его классовыми корнями в современном обществе. Ревизионизм есть интернациональное явление. Почему? Потому что во всякой капиталистической стране рядом с пролетариатом всегда стоят широкие слои мелкой буржуазии, мелких хозяев. Капитализм родился и постоянно рождается из мелкого производства. Целый ряд средних слоев неминуемо вновь создается капитализмом. Эти новые мелкие производители также неминуемо опять выбрасываются в ряды пролетариата. Совершенно естественно, что мелкобуржуазное мировоззрение снова и снова прорывается в рядах широких рабочих партий. Совершенно естественно, что так должно быть и будет всегда вплоть до перипетий пролетарской революции. Ибо было бы глубокой ошибкой думать, что необходимо полная пролетаризация большинства населения для осуществимости такой революции. И в заключение он говорит, что вот этот ревизионизм придется еще непременно пережить рабочему классу в несравненно более крупных размерах, когда пролетарская революция обострит все спорные вопросы, сконцентрирует все разногласия на пунктах, имеющих самое непосредственное значение для определения поведения масс, заставит в пылу борьбы отделять врагов от друзей, выбрасывать плохих союзников для нанесения решительных ударов врагу. Идейная борьба революционного марксизма с ревизионизмом есть лишь преддверие великих революционных битв пролетариата, идущего вперед к полной победе своего дела вопреки всем шатаниям и слабостям мещанства. Вот этой мыслью он завершает свою работу. Пожалуйста, какие возникли вопросы или суждения, потому что я до вас довел. Есть и вопросы, есть и суждения, есть и замечания. Давай. Замечания номер раз. Так. В этой работе Ленин подчеркивает важность Гигеля и диалектики. Да. Это еще одна работа, где Ленин засылается именно на Гигель и на диалектику. У нас некоторые практикисты говорят, что там только конспект с изучением новой теории, и больше нам нигде нет. Нет. Согласен. Теперь вопрос. Вот смотрите, начинается с того, что вот марксизм, ростовое изучение, прежде всего происходит в ретах пролетария, чем в ретах капитационных. Вот как бы сто лет со времени Ленина прошло, с восьмого года уже даже. Да, чуть больше. Саженция такая же, по вашему мнению, остается или нет? Ну, я бы, значит так, марксизм находит отражение свое прежде всего в трудящихся массах, не в профессурах. В профессурах, насколько я, конечно, не очень широко с ней общаюсь, но профессура только та, которая осталась еще от советских времен. А молодая профессура, она далека от марксизма. И я вот не знаю, я, конечно, посмотрю, что там говорят, вот то, что ты мне дал. Эти ребята, то я не согласен, что профессура. А марксизм популярен в рядах трудящихся в зависимости от того, насколько они образованы, понимаешь? Дело в том, что некоторые просто стихийно как бы его поддерживают. А некоторые довольно глубоко пытаются вникнуть. Те, кого коснулся капитализм довольно сурово. Такое мое мнение по этому вопросу. Может, у вас другое какое-то? Там же вначале есть по то, что марксисты закалились в борьбе с профессора, которая на марксизм накидывается. Да, но это как бы теоретическая шла борьба сначала, то есть с начала марксизма и до 90-х годов, то есть практически почти столетия. Она шла борьба с другими течениями. А течения чаще всего возникали в различных интеллигентских средах, понимаешь? И зачастую в профессорах. Поэтому Ленин вынужден был обратиться к этой мысли. Я так полагаю. Но Садаля, когда он политэкономик разбирает, он говорит о том, что трудовую теорию стоимости так никто в тот момент и не разбил. Прошло больше 100 лет, и у нас в УЗА до сих пор преподают трудовую теорию стоимости. Никто ее толком не может оспорить. И вот что у нас в Капитале похушки разбирали. В принципе, все то же самое экономисты приходят. Согласен. Абсолютно согласен. Не то, что там после Маркса, когда 50 лет прошло. Уже 150 лет прошло, а другого у вас пока ничего нет. Конечно, даже 160 с момента издания манифеста уже прошло. Даже 163 уже года, если быть строгим, 164-й пошел с момента издания манифеста Маркса. Просто расплавляет эту работу разными буржуазными идеями. Конечно, ревизионизм для того и служит, чтобы подчинить марксизм буржуазным идеям. В этом плане он же и предупреждает Исландия Ревиза. Да, и придется с ним бороться. Это его заключительная мысль, что с ним всегда придется марксизму бороться, до тех пор, пока он не победит. Так что неудивительно, что с Кристианом тоже приходится с этим бороться. Да, конечно, конечно. Кстати, если уж мы заговорили про гевизионизм, то еще один такой вопрос. Ленин заканчивает вопросом о том, что пролетариат, собственно, большинство никогда не будет. Да, 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 да. И это не только в этой работе. Во многих работах он делает акцент на то, что не ждать, когда вся рабочая масса проникнется социалистическим сознанием достаточно, если наиболее сознательная, наиболее передовая, авторитетная часть трудовых коллективов проникнется этим сознанием и пойдет по тому пути, который предлагает марксизм. То есть по-научному не бросится какой-то темный бунт, а именно, пользуясь марксизмом как наукой, пойдет к революции и установит свою диктатуру.